честно обещаю ребята это последний видос разговорные про банджи и destiny на ближайший месяц если не больше я планировал что прошлый видос будет последним потому что с тех пор у меня как бы то сказать более помягче у меня не было предположений что банджи умудряться каким-то образом за несколько дней выпустить новость которая будет очень горячей в комьюнити но они это сделали в чем история возвращаемся к теме классовых предметов я в прошлом видосе про это много говорил про ситуацию с класс айтемами и то что банджи с ними вообще делали если вы не смотрели видос то лучше посмотрите чтобы не повторять кучу тезисов только что банджи обновили правила игры и теперь если вы занимаетесь афк фармингом вы подлежите бану если вы с помощью афк фарма получаете лут какие-то предметы типа класса этом и получаете опыт те же титана с сошенвейками до или допустим ресурсы если вы этим занимайтесь то вы получите бан дня два назад банджи и забанили создатели макроса на классовые предметы был сервер на котором был макрос на класс итем и банджи там забанили создателей они забанили тех кто макрос создал и те кто был в админке и сейчас в целом в игру не играет. Тогда я еще смотрел косо, думал, что возможно чуваки сделали еще что-то помимо маккорса, возможно получили бан за дело. Но вот сейчас стало понятно, что нет. Банжи их забанили целенаправленно. Теперь, если вы, начиная с этого дня, занимаетесь АФК-фармингом, вы подлежите бану. Здесь две стороны медали. Сторона первая, которая будет защищать студию Банжи с моей стороны. Разработчики имеют полное право как угодно распоряжаться вашими аккаунтами и заставлять выполнять свои правила TOS. И опять-таки, это их игра. Они могут делать все, что захотят. Я к АФК-фармингу отношусь абсолютно нейтрально. Мне пофиг, что там чуваки сидят на голгороде сутки на паралет. Мне пофиг, что они фоймят классовые предметы. Мне на это реально плевать. Здесь Банжи могут делать, что хотят. Тут вопросов у меня нет. Вторая сторона медали, которая будет Банжи булить. Чуваки, почему же игроки в Блетом Сердце решили начать пользоваться АФК-фармингом, чтобы фармить классовые предметы? Вот на этот вопрос я в прошлом видосе уже отвечал. Повторюсь, игроки начали этим заниматься, потому что, назовем это легальные, правильные способы получения класс-айтома и гадрола, они абсолютно ужасные и душные. Не буду повторяться, фарма миссии слишком... закрывать ее сотню раз подряд ради дубликатов это не круто, и сундуки в Блетом Сердце тоже не очень. А учитывая то, что последний патч ухудшил дропрейты в Блетом Сердце, то как бы ну в прошлом видосе у меня был уже тезис, что вы творите. История повторяется примерно полностью. У нас прошло несколько дней, и банджи по факту забанили АФК-фарминг вместо того, чтобы нормально бафнуть фарм предметов. Вот они добавили два... Теперь у нас на персонажах первое закрытие миссии дает два дропа, один бонусный, да, будет продаваться класс-айтом Узура, но рандомно. Он может его просто не привезти. И это все, что банджи сделали за два акта. Параллельно с этим ухудшив дропрейты в Блетом Сердце. Что банджи параллельно сделали с этим, они впервые за 10 лет будут банить за все время существования этой франшизы будут банить за АФК-фарминг с помощью макросов. Типа, знаете, с одной стороны как бы опять-таки они могут делать что хотят. Я уверен, что есть игроки, которые будут говорить, что все правильно сделали, я на консоли вообще играю, АФК-фарминг нужно резать. Речь, ребята, опять-таки не об этом. Речь просто о том, что банджи задизайнили ужасную систему, игроки из этой системы пошли заниматься АФК-фармингом, и вместо того, чтобы эту систему нормально улучшить, банджи сделали полную херню Узура и два класса атома за первую миссию закрытия, просто шок, и ухудшили дропы в летном сердце. Вот просто свяжите вот эти вот цели воедино, не цели, а моменты, и понимаете, почему вся эта история обретает очень кринжовый поворот. Мне опять-таки пофигу в целом, но просто смотря на то, что банджи у нас творят в последнее время, я меня удивляет то, что в корейской дрочильне игра гораздо больше уважает мое потраченное время, чем, казалось бы, святая Destiny. Да, Destiny это та же самая дрочильня, но не знаю, как вы, ребята, думаете, но лично я не понимаю банджи, я до сих пор не понимаю банджи, и вот эта история, она подтверждает в сотый раз, что студии, что у них происходит, я просто не знаю, там пожар, огонь, вода, без понятия, без понятия.